Уважаемые коллеги, сейчас я покажу, как пользоваться почтой Mail.ru и облаком Mail.ru для того, чтобы распространять материалы для студентов, использовать его для учета работы студентов. Сейчас я регистрируюсь, указываю фамилию, имя, год. Кстати, можно зарегистрировать несколько аккаунтов, в Mail.ru это позволяет. Более того, есть опция, когда несколько аккаунтов можно отображать в одном аккаунте, собрать всю почту в одну, так сказать, в один аккаунт. Я указал имя аккаунта, сейчас подберу пароль и зарегистрируюсь. Можно использовать генерацию паролей, он тогда сам создаст пароль, останется только его записать. Указываем код с картинки, капча, для того, чтобы подтвердить, что мы не робот. И вот наша почта. Первое, что мы можем сделать, мы сразу можем перейти к облаку. Сейчас доступно по умолчанию для новых пользователей 8 гигабайт. Это место можно увеличить. Это бесплатный тариф, можно заплатить относительно небольшую сумму для того, чтобы увеличить объем. Тогда можно получить дополнительные преимущества и больший объем для своих файлов. Сейчас я удалю все лишнее, чтобы показать возможности облака для преподавательской деятельности. Я показываю только самые простые возможности. Существует гораздо больше возможностей, что здесь можно на самом деле делать. Для начала я покажу, как создавать таблицу. Я выбираю создать таблицу. В таблицах, к примеру, я обычно храню дневник для учета заданий и студентов, кто что сделал. В первой колонке обычно это у меня список студентов. В следующих колонках я учитываю посещение лекций, когда отмечаю их на лекциях. Готовность лабораторных работ удаленно или очно. К примеру, я отмечаю вот здесь вот студентов, на какой лекции какой студент был. Здесь какая лабораторная работа засчитана студентам. Здесь, к примеру, я могу показать результаты тестов. Также, как обычно в Excel, я могу выделять, например, синим цветом те строки, которые... студентов в тех строки, которые уже что-то все сдали, и красному те, у которых долги. Здесь я могу выделить таблицу и переименовать ее. Я назову ее группой 1. Здесь можно копировать, открыть. Доступ по ссылке. Самая полезная функция. Здесь я получаю ссылку. Я ее могу через правую кнопку получить при помощи вот этого значка. После того, как я получил все результаты и хочу поделиться ими со студентами, я могу написать им письмо с результатами их работы. указав соответствующую, считаю соответствующую ссылочку. Как только студенты пройдут по этой ссылке, они увидят таблицу Excel с их результатами, увидят кто что сдал, кому сколько еще нужно дождать их оценки. Кроме того, здесь можно создавать папки. Например, я сделаю папку для лекций. Сюда я могу загрузить файлы с презентацией, материалы лекции и так далее. Также я здесь могу презентацию создать непосредственно. Здесь открывается упрощенный интерфейс PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Я прямо здесь могу на скорую руку создать презентацию из имеющихся у меня материалов по лекции. Здесь я создаю слайд, следующий. Создаю слайд. Здесь я даю несколько определений презентации, к примеру, в виде списка. Здесь создаю новый слайд. Здесь я могу воспользоваться сразу интерфейсом и вставить таблицу. Я могу ее заполнить непосредственно, могу вставить данные из какой-то другой таблицы, заготовки. Могу изменить стиль ее и так далее. Могу изменить количество строк, количество столцов. Могу изменить размер и так далее. Как мы видим, все оперативно сохраняется в Cloud Mail.ru. Для этого соединение интернет должно быть стабильным. Когда пишется сохранение, это значит сохранение идет. Когда сохранено, это значит, что сохранено. Здесь я выбрал вставку картинки, изображение. Вставляю заготовленное заранее изображение. Кстати, я здесь же могу указать картинку из интернета, адрес в интернете. Дальше я могу, к примеру, использовать фигуры для рисования, создания диаграмм. И могу дополнительно к основному тексту слайда изображения добавить разные элементы. К примеру, это текстовый объект. Здесь я могу использовать заливку. Могу использовать обрамление уже для всего объекта текстового. Он у меня будет синим краем, с синей границей. Могу перемещать объекты, изменять размеры и так далее. Здесь я изменил цвет заливки опять. Оформить слайд можно достаточно быстро, применив соответствующий дизайн. Кроме того, в качестве фона можно использовать изображение. К примеру, я вставлю рисунок из файла. Обычно рекомендуется такой яркий рисунок. В обычном PowerPoint его можно яркость чуть изменить, чуть-чуть более сделать размытым. Здесь у меня вот получилось так. Также здесь можно настроить переходы между слайдами. Это чуть-чуть оживит презентацию. Например, я выберу случайные полосы. Анимации пока здесь недоступны для меня, в моем контексте. Все. Теперь все достаточно сохранено в Cloud Mail.ru. Я могу полностью закрывать. Вот моя новая презентация. Я могу переименовать это непосредственно при редактировании. Могу переименовать здесь. Это, например, будет презентация лекция 1. Нажав на нее, я могу уже открыть не для редактирования, а для просмотра. Начать слайд-шоу. Я могу ее демонстрировать на экране. Сейчас есть меню «Размер». Вот окошко, в котором записываю видео. И так могу ее уже демонстрировать. Кроме того, здесь можно настроить печать PDF, сохранять и, опять же, получить ссылку для этой лекции, для доступа. Эту ссылку, например, я могу отправить студентам, и студенты, обучающиеся, могут ее получить. Также ссылку можно сделать через интерфейс облака. И можно сделать прямо непосредственно крикнув правой кнопкой. Настроить доступ по ссылке. Здесь можно также скачать Pptx, скопировать, переименовать. В общем, обычные действия с файлом. А также отправить по почте. Непосредственно открывается интерфейс почты. Непосредственно интерфейс почты. Здесь я могу написать сообщение. И отправить студентам, обучающимся, ссылку на мою презентацию. Они могут ее также открыть, также посмотреть в виде слайд-шоу. Или распечатать при необходимости. Кроме того, ссылки я могу создавать не только на файлы, которые я создал, и на любые файлы, которые здесь есть. Могу я также ссылки сделать на саму папку. Например, сейчас я создам письмо. Одно универсальное письмо, в котором будет ссылка на папку, где у меня будут располагаться лекции. И на результаты работы, которые присылают мне студенты. Например, это может быть выполнение лабораторных работ с отправкой скриншотов. Создав одно такое универсальное письмо, я могу больше не заботиться о том, чтобы каждый раз отправлять студентам e-mail и электронную почту. Я могу просто дополнять мое облако, и студенты, каждый раз заходя по ссылке соответствующей, они могут видеть изменения и в облаке, и изменения в файлах, в частности, изменения в файле результатов. Также здесь можно создать документ Microsoft Word. К примеру, я создав новый документ, здесь наберу оперативно-методические указания по курсовой работе. Перфейс обычный, немного урезанный Word, но всего того, чтобы понадобилось бы преподавателю для разработки методических указаний, это было бы достаточно. После этого я могу использовать разные варианты оформления документа, в частности, я могу его переименовать, назвать соответствующим образом. Верхняя ссылка используется только для редактирования, для отправки нужно создавать, опять генерировать ссылку. Вот наш файлик появился в облаке, теперь я могу сделать ссылку. Также я могу увеличить объем облака. Подписка на облако имеет смысл не только для увеличения объема, Здесь также появляются дополнительные возможности. К примеру, здесь появляется возможность загружать файл до 32 гигабайт. Обычное ограничение, насколько я помню, 1 гигабайт. Доступ в APFDAV, это интерфейс, когда наша папка практически на компьютере 1 на 1 повторяет облако. И версионирование, это значит, что я могу вернуться к одной из предыдущих сохраненных версий файлов. Это очень удобно, когда хочешь посмотреть, какие результаты, к примеру, были у студентов месяц назад, два месяца назад и так далее. Кроме того, я могу создать новую папку непосредственно для группы 1, для почты, для корреспонденции. И все, что приходит ко мне от студентов группы 1, я могу переместить в эту папку, вот этой кнопочкой. Теперь вот это почтовое сообщение в этой папке. Это не совсем оптимальный вариант. Есть возможность попросить студентов указать соответствующую группу в названии, а потом настроить фильтр. И тогда автоматически сообщение с темой сообщения, с названием сообщения, в которую указана тайная группа, она будет попадать в соответствующую папку. Продолжение следует... Продолжение следует...